МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Новосибирские новости и Анна Протоковила. О необычном раскладе на рынке труда и не только сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стройка нового здания 54-й школы в центре города идет опережающими темпами. Сейчас подрядчик уже возводит последний четвертый этаж. А на первом осталось уложить лишь несколько кирпичных стен. Основная сложность в том, что строить новое большое здание школы приходится на ограниченном участке территории внутри жилого массива. Как идет работа, узнал Михаил Ехимов. На небольшой площадке на улице Крылова развернулась большая стройка. Новое здание 54-й школы будет четырехэтажным. В два раза больше старого. Конечно, изменились требования, изменились подходы, стандарты. И на том месте, где по старым требованиям можно было построить школу на 300, на 400 мест, может даже больше, сейчас речь идет о 250 школьных мест в одну смену, конечно. Работа спорится. Подрядчик опережает график на два месяца. Не задержали даже корректировки, которые внесли в проект уже после начала строительства. Летом здесь еще была старенькая разбитая школьная спортплощадка, на которую порой залезали мальчишки, чтобы погонять мяч. В сентябре-октябре строители уже вовсю взялись за работу. Укладывали фундамент, строили цокольный этаж. А сейчас прошло всего несколько месяцев, и мы видим, как растут стены третьего этажа. Осталось сделать четвертый. К апрелю месяца мы должны кирпичную кладку закончить, и будем готовы выполнять следующие работы по окнам, по фасаду и так далее. Сделают и новую спортплощадку во дворе. Все будет готово через год. 54-я школа – образец строительства новых учреждений, внутри давно сложившихся жилых массивов, где нет свободного места. В этом году по такой же схеме на месте старого здания начнут возводить еще одну школу. Начнется строительство новой школы на месте лицея 185, это территория Октябрьского района. Соответствующие конкурсные процедуры сейчас в этот период будут проводиться. Мы планируем завершить там учебный год и освободить помещение для того, чтобы строители могли приступить к работе. Также в ближайшее время сдадут новое здание гимназии номер 3 в Академгородке. Его тоже построили на месте старого. Но там работать было проще. Пришкольная территория гораздо больше. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Госслужащие Новосибирской области прошли ревакцинацию. Среди них сенатор Владимир Городецкий. В городе продолжают работу дополнительные прививочные пункты. Их развернули в торговых центрах. Хватит ли на всех вакцины и почему лучше привиться именно сейчас, выясняла Татьяна Кияева. Эта процедура уже многим знакома. Сначала осмотра врача, затем прививка. В коридорах клинического госпиталь ветеранов войн очередь. Сегодня сотрудники государственных органов, исполнительные власти региона проходят ревакцинацию. Процедуру проходит и сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий. И первый укол двухкомпонентным спутникам он сделал в июле. Глубоко убежден, что нужно вакцинироваться. Поэтому сам это делаю, сам ощутил, что правильно. Я ощущаю себя увереннее после вакцинирования. И считаю, ко всем новосибирцам нашим обращаюсь делать вакцинацию. И себя максимально защитить, но в то же время создать уверенность и для других. Врачи говорят, что сейчас самое удачное время для вакцинации. Ситуация с коронавирусом в Новосибирске остается стабильной. Обращений в поликлинике стало меньше. И вакцины хватит на всех. В настоящий момент у нас привито более 62%. Это в любом случае для коллективного иммунитета сейчас недостаточно. И у нас остаются граждане, которые даже не вакцинировались однократно. Врачи напоминают, привитые люди переносят болезнь легче. Без поражения легких, тромбозов, крупных сосудов и других серьезных осложнений. Пункт вакцинации в торговом центре «Малинка» работает ежедневно. Посетители активно вакцинируются, приходят с семьями. Ежедневно у нас вакцинируется от 50 до 100 человек. Минпромторг региона контролирует работу пунктов вакцинации в торговых центрах. Здесь соблюдают все необходимые требования. На территории Новосибирской области 16 пунктов вакцинации именно в торговых комплексах, торговых центрах. Торговые центры абсолютно разного формата, разного масштаба. Это и где-то в гипермаркете, в супермаркете. Это работа практически в бесперебойном режиме. Если мы посмотрим, то только проанализируем новогодние праздники. В период зимних каникул встретил по 9 числу порядка тысяч человек вакцинировалось. При необходимости в регионе готовы развернуть дополнительные прививочные пункты. Татьяна Кияева, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Памятник Покрышкину в этом году планируют перенести на новое место. Его установят в самом центре транспортного кольца на площади Маркса. Вот памятник наш, самый великий, да, отличный герой Советского Союза. Надо его поставить в центр, где у нас была раньше елка. Будет прекрасный просмотр как с проспекта Маркса, так с Ватутина, со всех прилегающих территорий. В этом году Левобережье продолжит приводить в порядок к молодежному чемпионату мира по хоккею. Основные работы сосредоточат на площади и проспекте Маркса. Реконструируют дороги и тротуары, избавят от лишней рекламы. Кроме того, достроят ледовую арену и откроют парк вокруг стадиона. Уровень безработицы в Новосибирске снизился по сравнению с предыдущим годом. А на каждые три резюме от соискателей теперь приходится четыре вакансии. То есть желающих найти работу заметно меньше тех, кто ее предлагает. Анастасия Горелова выясняла, почему возник такой дефицит кадров и почему условия на рынке труда теперь могут диктовать соискатели, а не работодатели. Если вы выполняете все KPI, и вы хорошо работаете, получаете от нас сувенирочку. Пока студенты работают за футболки, кружки и оценки, но после окончания вуза самых способных возьмет свое СММ-агентство Мария Губайдулина. Преподаватель НГТУ она для того и создавала студенческий медиа-центр, чтобы будущие журналисты, операторы, редакторы и не только могли практиковаться как настоящие сотрудники СМИ. Как работодатель она возьмет заинтересованного новичка, чтобы не ждать месяцами избалованного профессионала. Моя задача во время своего обучения давать максимум практики студентам, для того, чтобы они с уверенностью, глядя в глаза своему работодателю, говорили, да, я еще не работал в какой-то компании, но зато у меня есть конкретный опыт написания постов, публикации, вот рекомендательные письма от газет, съемки видео и так далее, и так далее. И это обычно важнее для работодателя, чем строчка в трудовой. Оксана работала кладовщиком, бухгалтером и продавцом. Сейчас мечтает стать парикмахером. Сначала прошла курсы, стригла родных, теперь повышает квалификацию в школе красоты. Обучение очень интересное, рассказывает очень интересно, практика сейчас вот у нас в данный момент, мы постригаем, приходят люди, стажируемся. Ну, очень нравится делать красивые прически. Из кладовщиков – парикмахеры, из инженеров – в дизайнеры. Такие метаморфозы – один из признаков современного рынка труда. И это уже рынок кандидата, а не работодателя, отмечают специалисты по кадрам. В последние два года соискатели стали более притязательными и высоко квалифицированных среди них мало. Выбор у работодателей становится меньше, чем был раньше, чем год назад. То есть, лояльность работодателей к опыту, вернее, к его отсутствию, она повышается. Согласно статистике Headhunter, 9% новосибирцев после собеседования перестают выходить на контакт с работодателем. Все дело в недовольстве уровнем заработных плат. Согласно сервису, новосибирцы хотели бы зарабатывать около 45 тысяч рублей, когда работодатели предлагают 49. Треть соискателей хотели бы работать удаленно, например, в сфере IT, продаж и рабочего персонала. К тому же сказались последствия демографической ямы 90-х. А ведь именно те, кому около 30, чаще других меняют работу. Такой расклад привел к снижению уровня безработицы. На бирже труда сейчас лишь каждый сотый. Анастасия Горелова, Даниил Смирнов, Евгений Макаров. Новосибирские новости. В Новосибирске вырос спрос на абонементы в фитнес-залы и низкокалорийные продукты. Горожане спешат привести себя в форму после новогодних застудий. Многие для начала отправляются в магазин за умными весами. Стоит ли слепо доверять современному гаджету? Екатерина Карпенко провела эксперимент вместе с диетологом. 72,5. На вид Александр стройный молодой человек. Недавно приобрел домой один из умных гаджетов весы. От обычных моделей их отличает расширенный функционал. Например, они позволяют измерить процент жира в организме, воды, мышц, определяют индекс массы тела. Стоит, соответственно, дороже. Результат взвешивания Александр разочаровал и заставил сомневаться в точности прибора. Я хотел знать, какой у меня вес. Хотел иметь представление, сколько я вешу, как меняюсь. Пытаюсь следить за питанием. Когда я первый раз взвесился, они мне сразу сказали, что у меня есть скрытые ожирения. И там недостаточно, по-моему, было костной массы. И, ну вот, как бы многое. Процент жира большой. Специалисты заявляют, такая система оценки не является точной. И мы решили провести мини-эксперимент. Измерить показатели Александра на умных весах и на специальном медицинском приборе. Постоянно туда-сюда прыгают. То есть у меня то стабилизируется, то наоборот падает. По домашним весам выставляется дефицит костной массы. Это больше конституциональные особенности, которые, к сожалению, наверное, не доложены пока еще в такие гаджеты. Так, далее 72, 73. Мы проанализировали результаты и пришли к выводу, разница в показателях существенная. 25%, а здесь 20%. То есть он не увидел 5% где-то жира. Когда человек стоит, то перераспределяется жидкость больше в нижнюю часть тела. При этом дуга проходит электрическая от одной ноги к другой ноге. И если у человека более грузный низ, то прибор делает интерпретацию и на верхнюю часть тела, что и там столько же жира. И наоборот. Врачи не советуют тратить средства на дорогие гаджеты. Самый точный, хоть и дедовский метод, это следить за объемами тела, проводя замеры простым метром. А на сэкономленные деньги можно записаться на прием к специалисту по питанию или воспользоваться услугами персонального тренера. Екатерина Карпенко, Олег Рыльевец, Новосибирские новости. Новосибирские новости в инстаграм nsknews.info Позитивный взгляд на жизнь большого города. Подписывайтесь на наш аккаунт и следите за новостями. Мы покажем вам историю Новосибирска и самые яркие городские события. Поделимся полезной информацией, раскроем интересные факты и, конечно, расскажем об актуальных новостях. Новосибирские новости в инстаграм nsknews.info Новосибирские школьники творят рождественские чудеса. Старшеклассники воплощают мечты детей-инвалидов. Это проект городского агентства развития социальной политики. Какие подарки уже сделали, узнал Александр Сульдин. Сегодня в Лиге роботов особые гости. Даша и Настя Пискаревы. Обе увлечены робототехникой. Поговорить с теми, кто собирает, программирует, оживляет. Вот таких добрых слонов или таких злых змей для девочек – давняя мечта. Даша и Настя пришли подготовленными. Общение как диалог профессионалов. Мечта моих детей сбылась, да и моя мечта. Я тоже сама хотела бы здесь оказаться. И вот получилось, что мы здесь оказались, в этом замечательном месте. Дети очень увлеклись процессом. Еще одно рождественское чудо происходит прямо сейчас. И практически на наших глазах в одной из парикмахерских левобережья. Воплощается мечта ребенка – выглядеть как настоящая принцесса. Модная укладка, много подарков и результат – счастливая улыбка. Для каждой девушки преображение, оно, наверное, всегда очень немножко волшебное и интересное. Мы очень рады, что мы можем помочь нашей сегодняшней героине в этом. Профессиональный маникюр. Он Соню интересует особенно. В планах девочки научиться работать так же, как и мастер, что за столом напротив. Сейчас я хочу узнать, как это все делается и что куда надо. Понятно, нравится? Да. Мечту Сони, Даши и Насти воплотила команда старшеклассниц. Они участвуют в проекте городского агентства развития социальной политики. В пяти школах создали специальные группы. Они узнают, какие интересы, планы, мечты у их сверстников с ограниченными возможностями здоровья. И готовят соответствующий сюрприз. Анна Модина рассказывает, чтобы сделать подарок, провели благотворительную ярмарку, договорились с парикмахерской. Какое-то душевное спокойствие, какое-то душевное тепло, то, что вот, делать человеку приятно. Это душевное тепло пригодится самой Анне. В будущем она собирается стать врачом-педиатром. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Еще больше новостей каждые полчаса на радио «Городская волна». Частота 101,4 FM. На сайте nsknews.info читайте о том, куда обращаться при находке чужого кошелька или документов. На этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok